Доброе утро, дорогие братья и сестры! Несочувствующие 1 Иоанна сегодня, 2 глава, заканчиваем ее, читаем с 27 стиха. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само Исии помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас в том, пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Мы с вами в прошлый раз вчера говорили о том, что вот все вот это вот Иоанн пишет, ну я имею ввиду 2 главу, как он здесь говорит, это я написал об обольщающих вас, то есть мы понимаем, что есть нападки, есть всевозможные нападения, нападки на учение Христово, всевозможные попытки разрушить веру. Естественно, я говорю о духовных вещах, которые происходят через людей, да, но это все-таки суть духовной вещи. Нападки, происходящие через людей, через средства массовой информации, через какие-то фильмы и прочее, 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 суть одна. Пытаются разрушить веру людей, сказать им, что они не спасены или там, что Бог их не любит, или что зло не такое плохое, не такое ужасное, как Библия рисует. В общем, все не так. Вот, и здесь дальше 27 стих, Иоанн продолжает ту же самую мысль, которую он начал в 24 стихе, он ее больше, ну, еще раз повторяет для того, чтобы, ну, как-то она утвердилась в нашей голове. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но, как сие, помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то, чему оно учило вас, в том пребывайте. Ну, естественно, это работа Духа Святого, помазание. Мы понимаем, что это такое. Это работа Духа Святого в нас, и в части, в части развлечения, в части борьбы с ложью, помазание учит нас различать добро и зло. И, например, когда мы говорим обо всяких, даже не учениях, а вот, обо всяких представлениях, какие этот мир пытается нарисовать нам. Представления о Боге, о добре и зле, о Христе и так далее. Ну, вот, я не знаю, ни в коем случае не выпячиваю себя, но сразу становится очевидным. То есть, вот картинка, вот зло, вот его пытаются представить чем-то светлым, чем каким-то добром. Особенно это заметно в фильмах последних лет. Вот. И почему важно, чтобы у нас было вот это помазание, было, и мы его слушались, ну, научились правильно использовать. Потому что, к сожалению, как я говорил, ладно, если ложь исходит от статей, которые мы читаем, книг и так далее. Опасность состоит в том, что ложь может исходить от людей, и она исходит от людей. И, к сожалению, исходит, бывает, что исходит даже от людей в церкви. То есть, например, проник какой-нибудь лжеучитель, не смогли мы с ним, ну, никак, пока еще не выгнали его, или он сам не ушел, да, пока еще находится в церкви, воду мутит. Или, например, человек не является лжеучителем в церкви, ну, так, в целом. Наш верующий брат, сестра и так далее. Ну, вдруг у него, ну, вдруг подхватывает какое-то учение непонятное, которое такое, знаете, не сразу ты распознаешь, что это ложь, или что это какая-то опасность. Вот, оно кажется благообразным, кажется хорошим, ну, и так далее. И вот для таких вот целей нам нужно самим уметь различать добро и зло. И обращаться к Богу, на самом деле, обращаться к этому помазанию. Повторюсь еще раз, это работа Духа Святого. Это не какая-то мистическая, мистический какой-то там голос внутри нас, который нам говорит, что правильно или неправильно, или какое-то мистическое знание, которое доступно только избранным. Нет. Помазание – это работа Духа Святого, которая происходит внутри нас. И помните, одно из его действий – это он придет, обречит мир о грехе. То есть, он и также напомнит нам об истине, напомнит о том, что говорил Иисус, будучи здесь, находясь в теле. Поэтому вот это помазание очень четко может указывать путь, если мы, конечно же, научаемся слушать голос Бога правильным образом. Вот, здесь написано «Сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте». Никогда это помазание не будет нас учить чему-то плохому. Оно всегда будет напоминать то, что говорил Иисус. Оно всегда будет вести нас ко Христу, вести к Богу, отвращать от зла, от греха и так далее. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Ну вот, говоря о помазании, он уже переходит к этой мысли. То есть, помазание, собственно, ведет нас к пребыванию в Боге. И почему это важно? То есть, опять, это не какое-то религиозное действие, но оно и не может быть таким. И не что иное, как именно пребывание в Боге, как, опять, вот эти вот отношения с ним. Почему это важно? Потому что вот здесь написано, что, чтобы иметь дерзновение и не постыдиться в пришествии его. Да, видимо, эмоции будут разные, когда Иисус придет. Понятное дело, что это будет дикое разочарование для людей этого мира. Что это, ну, в общем-то, для них это будет конец. Конец. Не просто их чаянием, надеждам и так далее. Это будет просто конец жизни, потому что все, они увидят Христа, они увидят того, кого они отвергали. Вот. Но для нас, для некоторых верующих, это тоже будет некоторым, как мы видим, ну, какой-то вот, не то, что неприятный осадочек, да, но это будет нечто такое не очень, возможно, на мгновение. Но мы увидим, что здесь имеет место какой-то стыд, да, чтобы нам не постыдиться. Иоанн говорит, давайте вот сделайте так, так, чтобы нам не постыдиться в пришествии его. Вот. Возможно, он это говорит, возможно, он это говорит, как вам сказать, ну, не в том плане, что мы вот все будем сгорать от стыда, как это есть такое выражение. Но, возможно, как вам сказать, возможно, мы почувствуем это лишь на мгновение, вот этот вот стыд. Просто придет понимание, что да, вот я там всю жизнь прожил не так, но я буду со Христом, потому что все-таки встреча со Христом для нас несет радость и наполнение, и окончательное вот обрадование, окончательное вот счастье и так далее, радость от встречи с отцом и прочее. Но это как вот, как лот, да, помните, он был спасен, но так вот как-то вот он не спешил. Я думаю, что, конечно, когда придет Христос, будет нас забирать, понятное дело, что все будет по-другому, мы с радостью побежим и прочее. Но из песни слов не выкинешь, да, здесь написано, чтобы нам не постыдиться в пришествии его. А раз не постыдиться, давайте будем стараться не постыдиться. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Но здесь мы говорим о подобии, о нашей жизни, что наша жизнь, в общем-то, должна показывать, где мы и с кем мы. Потому что рожденный от Бога, он будет подобен Богу. Ну, не в части всемогущества, всеведения и так далее. Он будет подобен в части милосердия, доброты, чистоты, вот этих вот вещей. Отвращения от зла, ненавидеть зло, любить ближнего. Поэтому один из критериев, такой тестик, где мы вообще, как мы, где мы в этой жизни. Очень легко посмотреть на себя и проанализировать вообще, где мы, понять где мы, проанализировав, насколько мы похожи на Бога. Вот Господь милосердный, насколько мы милосердны, насколько мы прощаем других людей и так далее. Вот Бог любящий. Насколько мы любим других людей, насколько наша любовь покрывает какие-то слабости или шероховатости других людей. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть, это хороший тест для того, чтобы вообще видеть, где мы, пребываем мы в Боге или не пребываем. Вот. Ну, вот как-то так. Так, поэтому призыв сегодняшнего дня, сегодняшнего утра – это слушать Господа, стремиться к Нему, общаться с Ним и ждать Его пришествия. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, любить Тебя всем сердцем и ожидать Твоего явления с радостью, с радостным ожиданием. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok